Всем привет! В эфире Универтньюз, а в студии Максим Бахарев. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Как вакцинироваться от COVID-19? Как соцсети влияют на профессиональный успех? О новых космических миссиях. В режиме видеоконференции прошла встреча с представителями Казанского университета и Национальной академии образования имени Алтансарина Республики Казахстан. Ректор Альшат Гафуров провел презентацию университета и рассказал об истории и достижениях вуза. Знакомство с Национальной академией образования провел его президент Ганимби Симбаев. В конце встречи стороны договорились о сотрудничестве в области педагогического образования и дальнейшей работе. Надеюсь, что наступит время и мы вас увидим здесь, в Казани, в стенах нашего университета, во время проведения различных форумов, посвященных и подготовке педагогических кадров. Да и вообще, я надеюсь, у нас сложатся добрые взаимоотношения. Казанский федеральный университет улучшил свои позиции в международном рейтинге ВВБ Матрикс. Более подробно мы расскажем в нашем следующем выпуске. Теперь о другим новостям. О том, как и где можно провакцинироваться от коронавируса, узнаете из следующего сюжета. В Татарстане продолжается массовая вакцинация. На сегодняшний день прививку от ковида можно сделать в 68 пунктах. Один из таких униклиника Казанского федерального университета. Для того, чтобы получить свою дозу вакцины, необходимо позвонить в клинику, записаться в лист ожидания и сообщить удобное время. В назначенное время вы приходите в отделение профилактики. Вас встречает колл-менеджер, который вас проводит, маршрутизирует в отделение профилактики к врачу. Прежде чем попасть в кабинет врачу, в целях экономии времени вам в холле раздадут некие анкеты, которые вы должны будете заполнить. После этого следует осмотр у терапевта, по результатам которого принимается окончательное решение о проведении вакцинации. После чего вы спускаетесь в кабинет, где проводится вакцинация. У нас есть отдельный прививочный кабинет, который оборудован в соответствии со стандартами. Обученная медсестра, имеющая сертификат. После чего вам проведут процедуру, в соответствии, еще раз говорю, с соками и санкинами, процедуру вакцинации. Затем нужно подождать еще 30 минут. Это необходимо для того, чтобы медперсонал убедился в отсутствии возможных побочных эффектов. Сама вакцинация проходит в два этапа. После введения первого компонента, через небольшой промежуток времени, необходимо будет посетить клинику еще раз. Вообще вакцина, она в два этапа. Первый этап у нас начался 15 января, где мы провакцинировали более 80 человек. После этого, с 5 февраля, мы приступаем ко второму этапу тех лиц, которые прошли первый этап. Вакцинация проводится двумя компонентами. Одним из первых в Казани на вакцинацию записался руководитель телеканала «Татарстан-24». Андрей Кузьмин считает, что прививка от ковида необходима всем журналистам. Вообще журналисты, они всегда на переднем крае. Телевизионный журналист – это человек, который всегда в работе, всегда с людьми. И поэтому входит в группы риска наряду с врачами, наряду с продавцами в магазинах, наряду с теми людьми, которые очень плотно общаются с населением. Поэтому я считаю, что журналистам нужно делать прививки, чтобы обезопасить себя, своих близких. Для записи в лист ожидания можно позвонить в униклинику по телефону 8 843 233 3200. Александр Фирсов, Радик Загидулин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Почему социальные сети вызывают большую зависимость у людей? Когда мы успели настолько привязаться к телефонам и какие последствия несет высокая онлайн-активность? Об этом вы узнаете в нашем следующем сюжете. Знакомая ситуация. Порой социальные сети завлекают нас настолько, что мы теряем счет времени, забываем обо всем на свете и погружаемся в нашу онлайн-жизнь. А ведь потраченное время можно уделить работе, заняться саморазвитием и каждый день делать себя только лучше. Все, наверное, сводится к самовыражению. Человеку хочется себя показать, посмотреть на других и через некоторое время становиться небольшой зависимостью от этой информационной. Потому что раньше таких источников информации не было больших. Для этого газеты, книги. Их распечатали раз, дай бог, в неделю. Люди читали и все. Этого было достаточно. А теперь этот круг расширяется с помощью соцсетей. И информации больше, и мы от нее становимся немножко зависимы. Действительно, в социальной сети забирают у нас очень много времени, которое мы можем провести с пользой. Но задумайтесь, если бы мы уделяли больше внимания своим родным и близким, своей работе, то тогда жизнь каждого, может, стала бы чуть лучше. Представьте, что вместо того, чтобы очередной раз пролистывать Инстаграм, люди занялись бы своей работой, то, возможно, их работа стала бы более качественной. Это на самом деле логично, потому что у успешного человека, у него загруженность своей работы и своей деятельностью гораздо выше, чем у неуспешного. Человек даже может зарабатывать неплохо, но он не считается успешным, если он работает на этой работе, например, уже 10 лет, получает свой небольшой оклад, который его вполне устраивает. Но успешностью тут особо и не пахнет. Успешные люди, которые поднимаются по карьерной лестнице. Ученые Казанского федерального университета разработали и испытали информационно-аналитическую систему автоматизированного мониторинга персональных страниц пользователей социальных сетей. Вы выгрузили пул людей уже с HeadHunter, анализировали их. То есть, как выявлялась успешность и неуспешность. Это, во-первых, временное изменение вакансии у одного человека. То есть, например, он начинал с вакансии, которой просил 25 тысяч, потом потихоньку возрастал, возрастал, возрастал. Получается, он переходил с работы на работу и поднимал свою заработную плату. Это уже говорит о том, что он, скорее всего, развивается. Жизнь каждого из нас уже тесно связана с социальными сетями. Она открывает перед нами множество возможностей. Дистанционная работа, общение с друзьями и родными, проведение досуга. Но очень важно вовремя остановиться и не дать социальным сетям поглотить нас полностью. Энджа Минебаева, Леонард Влетьяров, Универт Ньюс. 2021 год обещает быть продуктивным в сфере изучения таинственного космоса. Какие миссии планируются в этом году и какие прорывные открытия могут за ними последовать, узнаем прямо сейчас. Исследовать Луну и Марс – таковы основные задачи на 2021 год ставят ведущие космические агентства. Основными игроками выступят группы стран, возглавляемые национальным агентством США НАСА. Китай, планирующий изучение привезенного в прошлом году лунного грунта. И Россия, которая, к слову, осуществит долгожданную программу «Луна-25». «Зонд» отправляется на 4 октября этого года. Это будет технологическая платформа для отработки всех этапов посадки и исследования Луны. Предполагается, что такой опыт очень востребован сейчас для того, чтобы запустить всю серию полетов на Луну. Она рассчитана до Луны-30, до 30-го года. Со стороны США планируется запуск программы «Артемида», завершением которой спустя несколько лет будет высадка людей на Луне во главе с женщиной. А в этом году ожидается облет нового корабля вокруг спутника без космонавтов. Кроме этого, исследование Луны предполагается, что будет построено, и начало строительства начнет в этом году, это построение орбитальной луны-станции наподобие Международной космической станции. Как промежуточная база, пункт для более подробного научного, геологического, технического и коммерческого освоения ресурсов Луны. Ресурсов очень много, и нужно делать первые шаги по их реальному. Посадку на Луну планирует и Индия для изучения Южного полюса спутника на наличие воды и других полезных ископаемых. Кроме этого, важнейшим элементом освоения Луны является изучение ее состава и строения, а также установка радиоантенн на обратной стороне спутника. Для того, чтобы исследовать микроволновое излучение в разных диапазонах Вселенной, исследую, как все известные объекты, черные дыры, галактики, планеты, экзопланеты и так далее. А вот что касается Марса, то сейчас туда летят три спутника, и в этом году сядут на поверхность планеты. Один из них – это совершенный ровер, такой продвинутый для поиска следов жизни, настойчивость, стремительность в переводе названия этого американского ровна. Второй – это будет полет, связанный с Европейской космической агентством, и наши приборы российского изготовления будут в этом участвовать. И третий небольшой спутник – это Объединенные Арабские Эмираты. Главная цель – найти на Марсе следы жизни и возможное существование живых микроорганизмов. Напомним, что ранее на этой планете обнаружили подземные озера. Ну и кроме того, в этом году продолжается исследование Юпитера, и все еще продолжает свое путешествие зонд, отправленный на Меркурий. На этом все. В студии был Максим Бахрев. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Я желаю вам хорошего дня. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!